Вы задерживаетесь? Чего ты мечтал прячешь? Там, да, закатился мечтал. Доставай. Ром попроси, чтобы помог. Помоги, спаси. Кто хочет задержаться, можете позвонить родителям, сказать, мы задерживаемся на полчаса, а там на сколько. Кто задерживаться не хочет, спокойно говорите родителям, что вы выходите. Блин, я сегодня хотел форум показать за волосы, привязать себя к турнику и подвиснуть. Ну, Ксения, давайте попробуем. Сейчас я разойдется. Мы суперэксперимент проведем. Ты меня привяжь волосами к турнику, а я проверю. Ром, 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 братан. Я же попросил матку, положи, пожалуйста, на место. Рома. Ты, конечно, любите все эти интересные. Ромка, 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 Ромка. Мата, помоги, пожалуйста, положить. Миштор там потерял мат, все, помогите, парни. Ну, мату ровно куда-нибудь, положи. Помогите, пожалуйста, Мишане, вы должны сложить ровненько маты. Где вы занимались, Артём? Где вы занимались матой ровненько? Сложите. Чего там Миша лазит? Спросите у него, что он там лазит? Вставайте, помогите отодвинуть парня Глета. Дарин, ты самый сильный практически вместе с Артемом. Ты уходишь. Лет, помочь, надо собрать парням, помочь диван отодвинуть, мяч. Малышняк из нас, сами мяч чего закинули, да? Набаловали, закинули, а мне надо развернать за всеми диваном. Что, я маленький, это же не я ложу. Что я за ними должен играть? Это братья младшие. Зато вы потратили одну минуту и услышали от всех вот отодвинуться. А все вот так вот. Роман, поблагодарим парней, что они мат. Скажи, ребята, я вас благодарю, вы такие молодцы. Красавчики. Так, до среды. Ребята, в среду, если к нам членки сиротокчане приедут, пожалуйста, покажем себя хорошо и выиграем каждый по сертификату на безоплатные занятия. Договоримся? До свидания. До свидания. До свидания. Романович, все ладно, до свидания. А здесь нет никакого. А я достал. Аккуратно, да, достал. Вот, Сергей, как ты был в будущем. У вас? Да. Выпал или задонатил? Накопил. Ему? Да. Не, Селик, пока не убирай, но мы должны там пригодиться. До свидания, Сергей Дмитриевич. До свидания. Керпус забрал? Да, без нее уже хожу. Ты без нее? А зря. Кипаке надо ходить от солнышка, закрывать голову. Ну, у меня дом в тени, там иду в тени все время. Через деревья иду, вот. Знаешь, такая штука интересная. Раньше традиция была, мужчина всегда в головном уборе ходил, а женщина в платке. Это очень культурно выглядело. И при приветствии ты всегда можешь не руку тянуть, а за козыречек головного убора. Так вот раз, делай, типа, приветствую тебя. Если не хочешь с кем-то здороваться и показать, наоборот, свою благосклонность, да, ты можешь раскинуть из-за козыречек. Какая-то некая-то очень серьезная. Скоро опять все вернется в мозг. Да да его, братан, наглядных там не хватит. Ну, тут, да я человек, я обошел. Да надо было вместе с ним уйти. До среды? До среды. Про брата подумай? Думаю. Думаешь, молодец. Все мешает. До среды? Будет длительнее. А то все время оставляй. Это мальчишка оставила, но он осень придет. Пусть она его ждет. Все, все доброе. Все забрал? Да, до среды. До среды, да, до свидания. Сейчас Захарик подъедет. Артемка, да? Так, Сержон, давай бабырюна туда принесем. Сейчас быстро посмотрим, что мы можем подлечить. Здесь мы подойдем? Давай. Потом чаепитие? Ну, можно. На часольку. На часольку. На часольку. Да ты серый, Ся. Ну, я же тебя не пристегиваю. Я же тебя не пристегиваю. Серый, вот смотри, я говорю, ты... Вот смотри, вот мы идем ко мне в гости. Ну, конечно, как ты гостеприимный хозяин, ты говоришь... Ты, допустим, понимаешь, что тебе уже не ехать, пора не поздно, и завтра день. Я подхожу так. Да, 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 да. Я говорю, да. Сын, братан, ну что там, ну, полчаса. Что же делать? Ну, только на полчаса. Ты понимаешь, что и отказывать неудобно, потому что пригласили. Ну, как пригласили, наоборот, предложили посидеть. И ехать надо. А на утро потом просыпаешь, ну, блин. Поэтому, если это не первый раз, можно сказать, Серега, брат, я рад, я очень рад гостеприимству твоему, и дай бог твоему дому, чтобы еще сотни мог тысячи встретить. Блин, ну давай полчаса, и я еду, все, без уговоров, и ничего. Я знаю, что ты... Да, ты мне скажешь еще, Серега, братан, на полчасика исполнения, и все, брат. Либо я сделаю выбор, который я сделаю, и потом сам же за это отвечу. Либо с тяжелым трудовым днем, либо еще каким-то. Я с тобой согласен полностью. Ой, простите, точно. Ты же, может, тоже мой нрав и характер помнишь. Поэтому здесь вот так. Так, давай мы сейчас... С минуты до... Взял я и камеру от первого лица поснимать. Короче, вообще крайне тесно. Все, не тяжкая какая-то такая, блин. Особенно ничего такого сверхъестественного не было, он что-то прям... Качнулись, нормалек? Да не то слово. Побежали, а что тебе было тяжелее? Вот ночное вот это вот еще. Послевкусие остается. Ночное послевкусие? Что было тебе тяжелее, бежать сегодня или подтягиваться, или что, или прыгать? Вот здесь, когда мы с тобой по парам разбились. Когда пресс качали, вот это что-то сегодня самое тяжелое. Вот так, как это неудобно, смотрел. А наоборот, пресс всегда легче всего доставался. А сегодня он что-то как-то наоборот сам не тяжелый был. Так, вот это, видишь, да, влюбалось. То есть, значит, надо желтый, красный. Или другой цвет будем придумать. Или это нормально, желто-красный. Давай сюда, сюда красный, желто-красный, да, нормалек? Сюда красный, давай запускай. А зачем, да, его оставим так. А у нас есть еще красный стучок? Да, я принялся. Я бы вам это сделал. Нам это же убить. Там, сейчас сверху помотаешь свежими. Просто, знаешь, что отрезать? Крепче будет, если не отрезать. Чтобы бум-бум-бум в слое. Вот я про что. Мы сейчас его замотаем, он будет так же. Все оттенки. Так, я пока сейчас попробую мягче гильку. Давай, красный. И, соответственно, смотришь, желтый-красный, там что-то обновить. Два края посмотреть. И, соответственно, он так же... А, вот здесь бумага уже шапкает. Здесь уже и прозрачный разорвался. Он будет потом еще и прозрачный. Ну, сейчас что успеем? Свисточек носит, да? Да, а я его как-то нацепил ключом. Вот так он у меня и висит. Мало ли. Я думаю, когда-нибудь вам все равно пригодится. Просто, просто. Вот здесь на тренировках взял свисток. Типа не служат. Типа, внимание. Марье. Ребята? Здравия желаю. Как дела? Ну, здравия. Ты что, ты трендеешься, как я устал? Усталился? Ну, сейчас, давай пять минут. Мы это выйдем. Не пришел Артем Станиславович? Не пришел. Артемка, ты где? Серега, от меня с Петру кто-то поздоровался. Вы сами здесь подутомились. Он сервис с ночной сменой еле сейчас передвигается. Лез на сайт у Правдома. Нашел линолеум, который такой, более-менее по цене. Понравился. Правдом в магазине реорганизации? Да, в магазине. Занимающийся напольными покрытиями. Приезжаем в магазин, посмотреть его вживую. Пощупать, потрогать. Он там стоит пятьсот пятьдесят восемь рублей. А, он стоит сколько? Четыреста семьдесят восемь. А банка? На сто раз и больше. Ладно, бог смотри. Там при покупке от пяти тысяч, там, скидка такая, она будет там пятьсот тридцать рублей за квадрат. Ну, вот, говорит, выдаете замерщика, он вам все померит. В стоимость товара войдет замер. Замер пятьсот рублей. Ладно, хрен с ним. Вызвали замерщик. Еще плюс пятьсот рублей. Не, просто, не к тому там, не к ценам квадратных метров, а к вам. Замер пятьсот рублей, да, хрен с ним. Вот вчера вечером приезжал замерщик, приехал, все померил. Мы ему говорим одно, что вот мы хотим вот так вот. Он говорит, вам зачем вот так вот, давайте вот как-то по-другому. И сделал куски, необходимые для монтажа пола, размером там четыре метра, два с половиной и три с половиной метра. Вот, как бы, есть формат нарезанного линолеума такого вот. Теста есть лицо, входить как ниточка? Нет, вкост-пакет бушлати. Возвращаемся в магазин. Тот линолеум, который понравился нам, максимальная его длина, три с половиной метра. Замерщик посчитал четырехнепровые куски. Как? Мы начинаем это ему объяснять. А вы уже ему заплатили замерщик. Мы заплатили в магазин, да. Вызвали его. Мы в этот магазин там три или четыре раза приезжали. Пока ты выбираешь что-то для себя, они готовы чуть ли не седали, а мысли языком там и так далее, чтобы ты что-то приобрел. Доходит дело, говорю, то, что ваш замерщик нас не послушал. Мы ему сказали таким-то вот образом, что линолеум там такой-то с таким-то максимальной длиной, но он как-то все по-своему, все это посчитал. А вы его предупреждали, что длина льда была? Или все-таки не предупреждали? Предупреждали. Предупреждали. Когда он было спросить у него, ты что, ебанутый? Он-то уехал, он в смысле написал все это и свалил эти бумажками в магазин. Понятно, что можно было у него это спросить. Мне просто узнать, да, что он в сказке. Магазин начинает пересчитывать. Жоп прекрасно. Магазин начинает пересчитывать. Вам шерит на взяли? Сейчас слушай. Там вообще, там, говорит, там целая эпопедия. А это? Это только начало. Приезжаю в магазин, они пересчитывают кусками другими. Максимальная вот длина у них 3,5 метра, они начинают это все считать. Посчитали куски, которые необходимы. Получается общая площадь линолеума, которую необходимо приобрестить. 97 метров, 835, ну, короче, почти 98 метров. 100 метров это практически. Почти 100 метров, да. Пять тысяч рублей? Ой, 50 тысяч рублей? Да. Вот, смотри, там прикол в другом. Почти 100 метров. Я достаю телефон, я сделал скриншот. Ну, как бы, я не знаю, может, я неправ, но я, скорее всего, прав. То, что цена на сайте, это договор публичной оферты. Правильно? Да, они указали. И вот они указали, вот. 400 рублей. Он здесь не скользит. 400 рублей, да? Не заблокировал? Не заблокировал. Что, посмотри, что там. Там прикол в другом. Там, а эта картинка. Это с ценой? 478. Там не зачеркнута цена, как в магазине, то есть нет никаких скидок. Фиксированная цена. Просто одна цена указанная. 478 рублей. В этом случае больше ничего не написано. Ну, у них, мне кажется, можно подлюбить именно за эту цену. Слушай. Давай. Слушай, да. Не бросай. Не бросай. Доходит время до подсчета и определения стоимости услуги. Я им показываю этот скриншот. Давайте, подержу, ты можешь выпрямить. Надо выкрумить ее, как-то натянуть. Консультанту показывает этот скриншот. Я говорю, на сайте вот такая цена. На сайте вот такая цена. Он там этому кассировали, кому-то менеджеру за стойкой. Сделай от цены, говорит, интернет-магазинам. Они насчитывают стоимость 56 тысяч рублей за все. 56 плюс там 1200 клей для сварки этого линолеума и 350 рублей доставка. И потом все это вместе. Линолеум, доставка, клей, 56 тысяч рублей. Я говорю, а где скидка-то? Вот здесь. А там одна колонка такая-то цена. Потом идет якобы скидка и финальная. Сказал ты сегодня, да? Говорит, там нам магазин скидочку сделают. Вот. Слушай дальше. Вот такая вот цена. Они такие, у нас в магазине скидка инсумируется. Ну как же, вот смотрите. У меня есть дисконтная карта. Я, ну как, вы мне ее сами дали, 15% скидка. Следом потом у меня есть промокод, который мне позвонила Москва, сказала, 18% скидку я могу в вашем магазине сделать. Где эта скидка? Вот уже все заключено здесь. Я забираю бумаги. Время уже почти 8 часов было под закрытие магазина. Забираю бумаги. Все, говорю, всего доброго. Ну а что, вы покупать не будете? Я говорю, нет, я как бы сейчас все это и считаю, как бы посмотрю и это. Мы садимся в машины Ксюши, отнимаем сумму скидки от суммы, которая была без скидки, делим на метраж. Получается 478 рублей в 40 копеек. Все равно. На 40 копеек дороже, чем цена интернет-магазина. Они сделали скидку на 40 копеек дороже. Сегодня звонят. Сегодня звонят. А что вы, типа, вам не устроило? Я говорю, вы мне ничего не предоставили. Как бы, что это такое? Как бы вы от цены магазина от розницы отняли разницу интернет-магазина и пытаетесь не спарить от интернет-магазина. Почему я на сайте не могу ввести дисконт? Дисконт работает только в магазине. Хорошо. У меня есть промокод вашего магазина. Почему я не могу воспользоваться именно на сайте при покупке? Ну, наша цена говорит, мы вот специально для вас можем сделать 440 рублей за квадратный метр. Я говорю, мне надо, чтобы вы применили мой дисконт на цену от интернет-магазина. Тогда я, возможно, воспользуюсь вашими услугами. И сбрасываю. Всего доброго, хорошего дня. Можно уход запоставить там. Слушай, дальше. Через 15 минут звонят. Через 15 минут. Да. Через 15 минут звонят. Только для вас. Только сегодня. Беспрецедентная служба, когда директор магазина пошел вам на уступки и так далее. И мы готовы вам предложить линолеум за 398 рублей за квадратный метр. И общая стоимость всего клея линолеума доставки и так далее составит 40 тысяч 500 рублей. Это как раз на то самое первое ценное, которое мы рассчитывали. Да, мы с трюхой сидели, посчитали, как линолеум, там где-то 33 на полквартиры, если такой дорогой, там по 700. Я говорю, давай так, если будет 40 тысяч на всю, то возьмем на всю квартиру линолеум. Нам все равно его приобретать. Какая разница? Вот так вот. Суки разводи. И вот только вот до конца дня, если вы сегодня вот купите у нас, мы за вами сейчас его зарезервируем, если вот обязательно сегодня возьмете, вот для вас будет вот такая вот цена. Ты купил, съездил? Да, мы съездили, я подождал, Сюша, как она закончит работать. Съездили 40 тысяч 320 рублей вместе с доставкой, с клеем и линолеумом по 390 рублей. С просчетом того странного типа, который посчитал настолько... Нет, он получается там в квадратуре то же самое, они мне, ну как, я понимаю алгоритм действий, да, как бы я сделал, поступил при подсчете линолеума. Я посчитал до этого... Прогай алгоритм действия лжеца, он же специально правильно пришелся обмануть. Он посчитал меньше в квадратуре, и меньше было бы, если бы они были разным размером. Есть, допустим, там линолеум по цене 1200 рублей за квадратный метр, он 4-х метровый, соответственно, 4000 рублей, и это погонный метр будет стоить. Либо этот парня просто честный, но попутанный, или что? Он вот такой приехал, по нему видно, да, что вот он. Он заехал, как Стосян, соперщик. Подпутал, да, чуток там этого. Ну, бывает. Я линолеум мерил, у меня есть план квартиры, мы с Тюшу линейкой, рулеточкой все это померили, где-то с запасом, где-то что, и я предполагал. Ты ему сказал, у меня есть план квартиры. Предполагал склейку линолеума. И склейку тоже давай. Склейку тут не надо, давайте вот так, вот так, вот так, и сформовал его по другим кускам. Оно было бы, допустим, меньше по квадратуре, меньше обрезков было бы, нежели чем, которые вы пересчитали уже позже в магазине. Но такого формата нету. Есть четырехметровый, там, дорогие, либо очень дешевые и нехорошие в плане качества. Можно его там продавить, и он две метра нет. Прорвется, да? Ну, там, или продавить, и это вмятина останется. Вот каждый суслик в поле агроном. Блин, ну это Петр, это, как говорится, желание дуга, что иметь... Два дурака, один покупает, другой продает, и кто-то поведет, а кто-то нет. Ты видишь, что такое печальное? То, что у них розничная цена магазина, рассчитанная на контингент людей, сравнительно пожилого возраста, кто приходит, кто не лазит в интернете. И не могут они найти такую сумму, да, там, увидеть, что он в интернете стоит дешевле. Либо они при покупке... Знаешь, мне что кажется? Дорогого всего большого, они взяли как-то вот скидку, и все равно продают по цене. Петр, да, мне кажется, в интернете просто замануха на тех, кто не будет дискутировать. Он посмотрел в интернете, пришел туда, его залечили, сказали, та-та-та-та. Там, да, там шпиль такой у них, там, лучший работник месяц у него там в лечении, на доске почета. Он прям языком филиграммы, так сказать, филей там отмывает, прям замечательно все это как бы делает, все хорошо. А сегодня я стою вот здесь, на колхозной площади Десиной, он один в Саратове такой. А самое интересное, что... Управдон называется? Управдон. Управдон. А самый прикол в чем, то, что в магазине Энгельсона Тельмана, Тельмана-Маяковской, такой же магазин есть. Цена интернет-магазина 466 рублей, он в интернете еще дешевле, нежели, чем цена в Саратове, даже вот так вот. Интересно зайти туда, если в этот магазин, и там посмотреть, что они насчитают. Просто, типа, что они посчитают, будут ли обманывать. Но это всегда называется рекламация. Дают информацию одну, а знаешь, бывает, ой, а мы не успели вывеску поменять, ой, а мы не успели... Ну, это понятно, они начали мне тоже сегодня, я как бы делаю, говорю, ваша информация на сайте, размещенная для общего пользования, является, говорю, договором публичной оферты. Я при выборе товара опирался на данную стоимость. Если вы, говорю, мне предоставите ту мою скидку, которую вы, как бы, мне дали в магазине, да, где-то дисконтак 15% от магазина, я подумаю о приобретении товара в вашем магазине. Слышите, я говорю, всего доброго, хорошего вам дня. И я не ругался, я ничего не знаю. Ну, правильно, в чём смысл ругаться? Да, я так красиво. А мы вчера ещё летали, когда опирали, а давай, говорит, по сутяжи ничем с ней. Это, говорит, близко, говорит, претензия, и они обязаны продать по той цене со скидкой, как у кого-то на сайте. Ну, да. Я так в своё время технику приобретали, и потом претензии оформляли. Я говорю, если бы у них было там 568 зачеркнуто, и рядом бы написано 478, тогда да, не вопрос. Это цена такая, как в магазине, но на сайте она дешевле. Это уже скидка, и товары со скидкой уже не скидки не суммируются. Так, я тебе обновил. Ну, ещё вот, да, красненькую вот эту можно. Не, если она хорошая, то не надо трогать лишнее. А, ну, один сончик сделай, да, потому что она вот расползается. Посмотреть по вот этому, по сходу. Субботы ездили убираться туда. Бортируем? Да. И остановились в логере Леруа, зайти. Что-то нам надо было купить. Леруа Мишлен? Мерлен, да, вот это было. А это что такое, магазин строителей? Да, строители. То есть, я вообще кажется, что он как будто конфетка. Садорвый, садорвый, строительный там. Леруа какой-то, конфетный магазин. Покни, что-то, супер потолок. Акции 4 потолка по цене одного. Давай мы позвоним? Давай, звоним. Не берут. Перезванивают. Вот там, вы там посмотрели, да, вам говорят, что интересно, да, интересно. Условия акции какие? Условия акции 4 потолка по цене одного заключается в том, что... Это уже 4 комнаты? 4 потолка именно сходу? Да. Ну, либо 1 комната, если она там стоит, там 4, 2 уровня потолка, сходя есть тоже, как 2 потолка там и так далее. Заключается в чем данная акция? Приезжает замерщик, смотрит по площади там и так далее. И если ваша там квартира подходит под это замер, то вы оплачиваете стоимость материала самого большого потолка, остальное потолок вам идет в подарок, соответственно, монтажные работы все будут включены в стоимость. Только вам за материал платить не надо будет, вот он как бы, вот заплатили за один самый большой, остальное вам дается в подарок, но за монтаж вы это все заплатите. Хорошо. Замерщика вызовите, вот так же на воскресенье вызвали замерщика, они звонят, говорят, вот там вечером вам будет удобно, я говорю, я там буду через 5 часов там на квартире, вот где будет удобно с 5, чтобы вам подъехал, там никто не проживает, соответственно, смысл вас там как бы ожидать до позднего вечера никакого нет. Все-все, замерщик приедет там, приезжает хмырь, по-другому его никак не узнает, реально хмырь. Супер потолок. Супер, да, супер хмырь. В коротких штанах, в джинсах, я понимаю, если бы это были брюки короткие, классические, они как бы до туфель не достают. Правильно обношение брюк, они... Он приехал в чем, в джинсах? Он приехал в джинсах, да, сын растет, а маме пофигу, как говорится, я такие хмырь, какие-то пыльные макосины, на ней в белой власти. Это тебе может это стиль? Не мелочь, пока. Да. С этим чемоданчиком, заходим, все, здравствуйте, здравствуйте, вот все, давайте мерить, давайте. Начинает мерить квартиру, а до этого сказали, как бы, если вас все устроит, вы можете заплатить 20% от стоимости услуги непосредственно замерщику, заключить, говорит, с ним... Отмотались, вот здесь только, по одному слову, то... Заключить, говорит, с ним договор об оказании услуг, а оставшуюся сумму вы оплатите монтажной бригаде после выполнения работы. пока расскажешь, Пётр, пока по этим процентам в руках его... Я говорю, хорошо, и это... Прижать вот этот хмурик, начинает мерить... Короче, намерили... намерил он... намерил... Мерил он... Мерил он... Мерил он... Мерил он... Ну, ты че, сам... Сколько у тебя квадратов? Я знаю... Там... Там... Потолок по полу... По факту можно, но... Там... Там... Есть маленькие... Есть маленькие нюансы, которые именно... В потолку относятся, это точки крепления, там они ставят загладные на люстры... Больше чуть-чуть, да? Нет, они под потолок ставят деревянное кольцо, где будет крепиться люстра... И выводят провода, там потолок крепит на этом месте... Там карниз, если гордина к потолку прикручена, то, соответственно, там они тоже это делают... Вот это вот... Ну, это не столь важно, это как-то такие маленькие нюансы... Именно работу... Я сам потолок не натяну... Это работа трудоемкая... Они там глеют... Они как-то глеют... Они сверлят по периметру... Монтажный лес... Профиль, на который они клеят этот потолок... Это надо только заниматься... Там можно либо перетянуть, и он порвется... Либо не дотянуть, он будет провисать... Природить температуру там и так далее... Это... В итоге все такое... Вот там, давайте... У вас, говорит, цена устраивает... Ну, покажите цену... Показывай цену... Цена по акции... 42 600 рублей за всю квартиру... Квадратуру он так-то не сказал... Столько квадратов... Мы ему просили... Говорю... Давайте... Вы нам сделаете... Вот полку в квартире, как мы хотим... Сделать жилую... Коридор, спальню, кухню... Две комнаты закрыть... Нам надо пока вот сделать из трешки однушку... Мы будем вот... Так вот... Изначально... А чего не всю... Давайте я вам всю вычту... А потом вы сами там определите... Ну, мы тебе говорим... Что нам это надо сделать... Только вот в половине квартиры... Даже... Ну, в половине, да... По факту... Что-то начал там... Бугнить... Бугнить... В итоге посчитал... И как потом... Жилую... Которую мы хотим... 26 400... Посчитал... Без скидки... Общая... 53 500... А... Без скидки... Жилая... 33... Но... Посчитал... Я говорю... Ну... Хорошо... Я просто ценах не разбираюсь... Это... Ну... Да... Просто... Это потому что по-другому не назовешь... Именно та реакция... Которая как бы... Возникает при... Когда тебя называют таким... Ну, однозначно... Ты рассчитывал уже на другое, наверное... Да... Нам приезжали... Вот... Которые ребята... Нам поднимали окна... Перед заливкой пола... Они же занимаются потолками... Они же занимаются дверьми... И... Соответственно... Окнами... Они нам посчитали... За жилую 26... У них 26 400... Ну... Даже на 400 рублей дешевле... В боксе... И... Говорю... Ладно... Хорошо... Мы... Говорю... Подумаем... Если что... А цены растут... С каждым днем... Так... Ксюха такая... Ксюха такая... Ну... У вас же, говорит... Не в два раза цены-то вырастут... За день... Ну... Не за день... За месяц... За два... Как мы там... Да... Решим... А что... Вам просто была нужна цена что ли? Нет... Не просто цена... Как бы... Мы... Позвали... Представителя... Не за день... Не за день... Решим... Не за день... Мы... Узвали... Вашу цена... Мы... Сейчас... Обратим... Замер... Мы... Проанализируем рынок... Выберем подходящие нам... Представители... Тем самым... Как бы... Воспользуемся его услугами... Все... типа сказать такую вашего всего доброго гражданин и самое интересное даже они не позвонили не сказали обычно как бы вот там был замерщик на замере там у вас вы что надумали а это даже не позвонили не сказать они как бы не заинтересованы своих клиентов они думают что их супер потолок просто кинут и все как они хотят возможно как они хотят кого-нибудь так они думают что с ними поступят а там есть сеньор потолок как бы цены цены растут с геометрической прогрессия на плата остаются прежними вот что самое печальное сержант дай полосе . никакой вот нету разницы в этом сад а вокруг и внутрь и вокруг и внутри да хитрованы хитражманы так серый прямой это сделал сейчас нам остался гиря один ход все последний так все равно пойдем сюда гиря задача сделать так рукоятка дырка сейчас надо сделать так облепить рукояточку сверху и здесь то есть нам надо замотать чтобы железка не касался пальцами железка то есть вот так это сделать да сейчас мы мотнем это заказать это Ты видел, Пётр, сегодня турки разговор, но не сегодня конечно, а вообще, Гонор Макгрегор и Барье? Ну, он сломался лодыжку, когда дам, каким-то образом, вот в чем прикол Так, наживили, да? Вот теперь, просовывай вот эту уголкоятку, чтобы только она не прибыла Ой, сейчас просовывай Видишь, да? Вот это уже веряное полное, давай Давай, давай тяни на себя И надо дотянуть до такой, чтобы здесь Вот, да Вот Давай Надо ставить Переворачивай Вот 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 сейчас получается Делаю Так, сейчас Я делаю вот так У меня будет долгий и тяжелый день У тебя завтра в сутки? Нет, у меня завтра полеты Давай С трех утра Вот, ладно И среду такие же Нашел я фен Попробую встроить Строительный? Да Есть же есть А что ты хочешь с ним сделать? Скажи, пожалуйста, я не могу понять Процессор погреть, я вычитал На Соньке можно прогреть процессор А что он делает? Ну Восстанавливает, так сказать Цепи питания